Сначала плачут, потом поют. В историческом музее сегодня показали, как проходила русская свадьба сто лет назад. С точностью до деталей артисты воссоздали каждую сцену. О том, как готовили невесту и жениха, узнала Юлия Савосина. В Государственном историческом музее Южного Урала проходит костюмированная фольклорная свадьба. Участие в постановке принимают ансамбли Челяба и Горицы. Всего порядка 20 человек. На всех из них традиционные русские костюмы, а голова невесты, главной действующего персонажа, украшена девичьей повязкой. Зачастую такие повязки были одну на всю деревню. Украшены они были драгоценными камнями, топазами или жемчуком, а также дорогими тканями. Эту повязку после венчания снимали и косу девушки расплетали, как знак того, что теперь она уже женщина. Ей предстоит переехать в дом мужа. И в такие моменты невесты часто плакали, потому что не хотели покидать родительский дом. Разве, маменька, теперь меня, мудричка, поздним. Добрым словом распутят. Венчание было самым главным днём, и невеста и жених очень переживали. Поэтому перед родственниками стояла очень сложная задача. Они должны были этот страх как-то сгладить. Неделями праздновали, переходили, например, в один день от невесты к жениху, от жениха к невесты и так далее. Даже после свадьбы, семидневка, если была свадьба, гуляли всем селом. Помимо такого момента, как сбор невесты, посетители музея смогли увидеть настоящий традиционный русский выкуп. Невесту раньше продавали задорого, и это было целым представлением. Выселить рядом сидящих и посадить жениха. Но за это платить надо? Платите. У нас всё есть. О такой постановке просили сами жители города. В музее сейчас проходит свадебная выставка. И посетители часто спрашивали именно о традициях русской свадьбы в старину. Часть нашей экспозиции посвящена именно этнографии, то есть традиционной свадьбе, как она выглядела ещё сто лет назад. И у посетителей это вызывало очень большой интерес. То есть хотелось, конечно же, увидеть, как это было в действии. Как выдавали замуж ещё сто лет назад русские. Конечно, целый ритуал, который очень интересен, был многим посетителям. Заканчивается представление традиционными русскими свадебными танцами и песнями. Танцуют даже на лавочках. Участие в этом принимают с удовольствием и зрители. Юлия Савойсина, Иван Бредихин, ОТВ.